Активисты отделения Общероссийского народного фронта в Неницком округе провели мониторинг жилья. Как выяснилось, с трудностями сталкиваются не только жильцы ветхого и аварийного жилья, но и те, кто получил квартиры в новостройках. Новоселы сталкиваются с такими проблемами, как удаленность от социально значимых объектов, отсутствие дорог и прочими весьма неприятными моментами. Эти вопросы на круглом столе обсудили члены регионального Общероссийского народного фронта, представители власти и жители города. Складывается, как карточный домик. Деревянная двухэтажка по улице Пионерской с каждым годом буквально уходит под землю. Причина – гнилой фундамент. По коридорам первого этажа вместе с маленькими детьми гуляют крысы. Пять лет Елена Пшеничная вместе с другими жильцами борется с несправедливостью. Дом признали аварийным, но переселять жильцов собираются только в конце 2016 года. А Василий Кухарчук ключи от новой квартиры получил два года назад. После четверти века, проведенного в бараке, мужчине выделили новую благоустроенную квартиру в центре города. Но радовался мужчина недолго. В соседях у него оказалась котельная. Гул, угарный газ из вентиляции второй год не дают покоя новоселам. Сначала было нормально, а потом стало шуметь, у детей запах, невозможно дышать. Возмущенные своим положением, жители высказали свое недовольство за круглым столом. Встречу организовали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они занимаются координацией исполнения указа президента в Ненецком округе. Владимир Путин дал четкое указание – обеспечить всех граждан страны достойным жильем. К сожалению, на сегодняшний день есть вот такие, может быть, отсутствие координации действий по выполнению этого указа. Ну, например, сдается дом, красиво проходит церемония вручения ключей, люди все радуются. Но, однако, проснувшись, например, утром, выясняется, что лифт не работает, управляющая компания об этом не заботилась. Более того, может быть, не назначена до сих пор управляющая компания. За круглым столом обсудили проблему по переселению, а также озвучили цифры и показатели по проведенному мониторингу. Специалисты Гостро и Жилнадзора провели ликбез по жилищным вопросам. Были приглашены представители администрации муниципалитетов, но почему-то не явились. В планах отделения Общероссийского народного фронта продолжить мониторинг и держать на контроле исполнение указов президента по жилищному вопросу.